О чем мы говорили в прошлом видео. В 1995 году был построен жилой комплекс. На покупку этих домов за 100 тысяч долларов были выданы разумные ипотечные кредиты с первоначальным взносом 20%. В то время, скорее всего, желающих купить эти дома было больше, но не все могли получить кредит, нужно было доказать банку свою платежеспособность. Но за 10 лет требования к заемщикам снизились. Цены на недвижимость выросли. Появилось много желающих выдать рискованные малообеспеченные ипотечные кредиты. И в 2005 году на пике, так сказать, мыльного пузыря, кто-то покупает дом номер один, взяв такой легкий кредит на миллион долларов без первоначального взноса. И уже в 2008 году он не может выплачивать кредит. Возвращает дом банку, и банк продает его с аукциона за 300 тысяч. Но до этого все остальные жильцы этого комплекса взяли кредит под залог своего дома на 500 тысяч долларов. Таким образом, они теперь выплачивают кредит в 500 тысяч плюс остаток от первоначальной ипотеки. То есть они должны чуть больше 500 тысяч долларов. В 2008 году они видят, что первый дом был продан за 300 тысяч. Но считают, что банк был вынужден продать его очень срочно. Поэтому эта сумма не отражает реальной рыночной стоимости. Они рассуждают так. Срочный аукцион – это как бы не настоящая продажа. Поэтому мы будем сидеть и ждать, когда наши дома снова подорожают. И, допустим, в 2009 году один из владельцев захотел продать свой дом. Например, он получил работу в другом городе и вынужден переехать. Или потерял работу. Дом стал ему не по карману, он вынужден его продать. И выставляет дом на продажу за 600 тысяч. Но в этот момент все уже думают о том, как бы продать свой дом по цене хотя бы не ниже общей суммы взятых кредитов. Но желающих купить этот дом нет. Нет. Владелец дома какое-то время ждет. И в конце концов вынужден сдаться, прийти в банк и попытаться договориться на так называемую короткую продажу. Это значит, что заемщик продает свой дом по цене ниже суммы кредита. Скажем, владелец дома номер 2 должен банку 500 тысяч. Возможно, банк согласится на продажу дома за 480 тысяч. Заемщик возвращает банку 480 тысяч и все мирно расходятся. Но банк ему отказывает. Банк настаивает на возврате 500 тысяч. Иначе кредитный договор будет расторгнут, и заемщик испортит себе кредитную историю. Домовладельцу ничего не остается. Он потерял работу, не может выплатить кредит. Тогда он отдает банку ключи от дома, и договор расторгается. И тут банк понимает, что это было не самое удачное решение. Поскольку, выставив дом на аукцион, ему удается продать его не за 580 тысяч, и даже не за 480 тысяч, а всего за 250 тысяч долларов. И хотя вам кажется, что я описываю совсем крайний случай, но мой пример сильно не отличается от реальности, от того, что происходило, например, в городах Модеста или Стоктон в штате Калифорния, в некоторых районах Майами, Невады и Аризоны. И так дом уходит с молотка за 250 тысяч долларов. И вот теперь владельцы соседних домов забеспокоились. Потому что хозяин дома номер 2 честно пытался продать дом, но не смог. Попытался договориться о короткой продаже, но не получилось. И в результате банк продал этот дом еще дешевле, чем дом номер 1, всего за 250 тысяч. Поэтому остальные домовладельцы задумались, что происходит. Я работаю на трех работах, чтобы выплатить кредит в полмиллиона за дом, который, возможно, стоит всего 250 тысяч. Причем, если мыслить рационально, 250 тысяч – не такая уж и плохая цена. Ведь сами когда-то они купили свои дома за 100 тысяч. Возможно, если скорректировать их стоимость с учетом инфляции, то в 2009 году получится сумма около 150 или 200 тысяч долларов. Поэтому 250 тысяч – вполне разумная цена. Но владельцы домов не видят смысла работать на износ, выплачивая кредит в 500 тысяч. И отдают банкам ключи от своих домов. Это называется «звенящее письмо». Заемщик как бы присылает банку письмо, в котором звенят ключи. Итак, владелец дома номер 3 решает не выплачивать неподъемный кредит, а вместо этого отдать банку ключи. И банк, который до этого считал эту сделку удачной, выставляет и этот дом на аукцион. Из-за него удается получить те же 250 тысяч. Что сделал банк? Банк выдал кредит 500 тысяч под залог дома, но из них вернуть удалось лишь 250 тысяч. А сам владелец дома номер 3 потерял все вложенные в дом деньги. Какую сумму потерял банк на каждом из домовладельцев? Он выдал каждому из них по 500 тысяч реального капитала. Реальных денег, на которые можно было построить какой-нибудь завод, посадить урожай, провести научные исследования и изобрести новые технологии. Это были реальные 500 тысяч долларов капитала. Но они были вложены в дом, и этот дом удалось продать всего за 250 тысяч. На каждом домовладельце банк потерял по 250 тысяч долларов. А сколько потеряли сами домовладельцы? Купив дом, они отдали 20 тысяч долларов. Даже в условиях такого сложного в кавычках рынка, они могли продать его за 250 тысяч. В них оставалось 80 тысяч кредита, актив оценивается в 250 тысяч. Продаем дом, отдаем банку 80 тысяч. Они могли бы получить 170 тысяч, но потеряли их. Домовладельцы нарастили свой капитал. Несмотря на то, что дом подорожал со 100 тысяч не до миллиона, а всего до 250 тысяч. К 20 тысячам добавились 150 тысяч от увеличения стоимости дома. Если бы владельцы домов не взяли бы дополнительный кредит, у них на руках мог бы оказаться капитал 170 тысяч, но они его потеряли. Таким образом, оформив кредит на 500 тысяч, обе стороны потеряли деньги на общую сумму 170 плюс 250. Это 420 тысяч долларов. 420 тысяч долларов просто-напросто растворились. Они исчезли из экономики. Они были растрачены. На гранитные столешницы, на паркетные полы, на отпуск и так далее. Причем отпуск – это чистой воды потребления. Можно поспорить, что часть этих инвестиций действительно были продуктивными, но их большая часть была просто-напросто растрачена. Гранит и паркет, возможно, и добавили дому привлекательности. Но они явно не стоили вложенных в них денег. Это обесценивающийся капитал. Это предметы роскоши, которые, скорее всего, были куплены в соответствии со вкусами покупателя. И в этом видео я хотел показать, что бывает в случае таких мыльных пузырей, которые возникли, например, на рынке недвижимости, когда люди начинают снижать планку возможных рисков, когда рассчитывают на увеличение стоимости собственного актива. Тогда они могут переоценить скорость роста актива и начинают брать несоответствующие реалиям кредиты. В такой ситуации происходит нерациональное распределение капитала. И в итоге большое количество ресурсов просто-напросто бессмысленно растворяется в никуда. Эти ресурсы могли бы быть потрачены на постройку заводов, школ, дорог и так далее. Но они осели в виде паркета, оказались растрачены на отпуска и покупки в дорогих магазинах. Поэтому сейчас американское правительство пытается бороться с потерей капитала. Им кажется, что если выкупить у банка этот кредит, выдать ему 500 тысяч долларов, подержать какое-то время полученный в качестве залога дом, то спустя какое-то время его цена снова вырастет до миллиона долларов. Возможно, когда-то население вырастет, увеличится спрос, и этот дом снова станет востребованным активом. Но, возможно, его цена никогда не поднимется. Возможно, этот дом был построен в неудачном месте, и поэтому в дальнейшем он станет никому не нужен, и весь жилой комплекс станет заброшенным, или же его в итоге захватят сквоттеры. Этого никто не знает. Но правительство считает, что оно может вмешаться и сделать вид, что никто ничего не потерял. Я называю это принятием законов против реальности. Но против реальности ничего сделать нельзя. Вот в чем основная суть проблемы. При этом я не утверждаю, что из банковского кризиса 2008 года не существует выхода. В следующем видео я расскажу вам о возможном решении. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим. Спасибо. Продолжение следует...